В данном уроке создание растительности в Twinmotion, но обо всём поподробнее. Всем привет! С вами Джоник Икс. Перед нами окно программы с подготовленным объектом. Если слева сверху под панелью быстрого доступа нажать на треугольник, раскроется библиотека с элементами. В разделе Vegetation and Landscape, растительности и ландшафты, будут такие подразделы, как Трис деревья, Буш из кусты, Краснед Флауэрс трава и цветы, Ракс камни и Миск разные. К примеру, передачем дерева на полигон. Теперь его можно перемещать или копировать с помощью клавиши Shift. Однако копирование возможно только в ряд, без возможности отклонения от прямой линии. Для рандомного расположения деревьев не только. Можно просто перетаскивать деревья. Очень долго перетаскивать, если нужно больше 100 единиц. Именно для такого случая слева, снизу, в разделе Nature, природа, есть инструмент Vegetation, растительность. В тёмной строке доступны Paint, рисовать, и Erase, стирать, при нажатии на которые ниже и правее появляются параметры Diameter, диаметр, и Density, плотность. Левее представлены растения, которые можно использовать. Их можно добавлять, перетаскиванию из библиотеки, удалять, переименовывать или скрывать. Создадим участок леса. Для этого жмём на растения. Далее Paint рисовать. Диаметр, диаметр. Сделаем 20-25 метров. Density, плотность. Оставим 100%. Рисуем на полигоне. Теперь выберем несколько растений и нарисуем на полигоне. Как? С помощью клавиши Shift. Замысловато придумано. Рисуем на полигоне. В итоге растения не пересекаются, то есть не растут из одной точки, а также расположены хаотично. Из-за этого получается лес, а не искусственно созданная лесополоса. Кроме полигона и ландшафта, растения можно разместить на объектах. К примеру, импортируем здание. А, точнее оно уже импортировано. Нарисуем растительность на крыше. Трава или кусты, деревья или цветы, все размещается в пределах крыши. В целом получается здание зеленой крыши, или же заброшенное здание, если подобрать соответствующие текстуры. Примечательно, но это тот случай, когда изменение касательно размещения растительности. Прорыв. Но какой? Сравнение. Заглянем на предыдущие версии. Подойдет версия 2016. Раньше раздел назывался Форест, лес. Размещение растительности на полигоне и на объектах было расстелено на Paint Terrain, рисование местности, и Scatter Object, точечный объект. После размещения растений нельзя было скрыть один из видов. Однако при необходимости скрыть один вид можно, всего лишь выбрать его и в параметре Dainty теплонность поставить 0%. В 2016 версии еще была доступна функция Multi-Draw, многоточечность. При выборе растения в библиотеке достаточно было нажать эту кнопку и кликать по полигону, размещая объекты, и не надо было перетаскивать по одному экземпляру на полигон. Очень удобная функция, от которой решили избавиться от 2018. А хотя... нет, от нее не избавились. При выделении объекта, то есть дерева, нужно нажать клавишу Ctrl. И тогда включится функция Multi-Draw. Сравнение показало, что разработчики не убрали нужные пользователям функции, при этом добавив новые. Однако, первоначальный вариант этого урока был не в пользу последней версии Twinmotion, а все из-за функций, которые как ландшафт были убраны. В данном случае кнопки заменены на горячие клавиши, и я не сразу их нашел. Что немного усложняет начинающим пользователям работу в программе, если они не знают об эти функции. Лично я не знал о них, поэтому и сценарий урока был немного другой. А на этом все. Понравилось видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание и до скорых встреч!